В чем секрет цветущего сада? В том, чтобы следить за каждым растением. Поскольку разным растениям требуется разный уход, некоторые из них прекрасно цветут в обычных условиях, а другим необходимо уделять больше внимания. В этом смысле цветы не слишком отличаются от детей. Точно так же, как садовники стараются вырастить растения с самыми разными требованиями, учителя по всему миру занимаются с детьми, у которых самые разные интересы, способности и знания. Индивидуальный подход к обучению помогает сделать так, чтобы все дети получили необходимый уровень знаний, который поможет им достичь успеха в жизни и полностью раскрыть свой потенциал. Такой гибкий способ называется адаптивным обучением. Однако адаптивное обучение часто сложно внедрить на практике. Здесь на помощь приходят цифровые инструменты, которые высвобождают время для индивидуального подхода к каждому ученику. Давайте посмотрим, как их можно применить в классе. Дроби часто изучаются как некое абстрактное понятие. Для одних учеников решение задач с дробями не составляет труда, но для других они вызывают затруднения. Цифровая образовательная среда может дать им необходимую дополнительную поддержку. Скажем, ученики могут использовать планшеты для понимания дробей на примере виртуальной пиццы. Они могут разделить ее на 8 кусков, отдать другим ученикам 3 виртуальных куска и посмотреть, какая часть целой пиццы осталась. Затем упражнение можно повторить, разделив ее на 2, 3 или 5 кусков. Анимация поможет им сопоставить куски пиццы с числами на числовой прямой. В другом классе ученики могут проходить, например, процесс испарения. Учитель объясняет, что при нагревании частицы жидкости начинают двигаться все быстрее и в конце концов образуется газ. Анимация также позволит визуализировать данный процесс, невидимый невооруженным глазом. В глобализованном обществе некоторые ученики могут испытывать трудности с пониманием языка, на котором ведется обучение. Им тяжелее разобраться, например, что такое эволюция, просто потому что они плохо понимают учителя. Цифровые инструменты, такие как автоматический перевод при чтении или автозавершение слов при письме, освободят умственные ресурсы учеников, чтобы они сосредоточились на понимании всей темы, а не отдельных слов. При помощи цифровых инструментов ученик и учитель могут подобрать задачи требуемой сложности и дать друг другу мгновенную обратную связь по их решению. И то, и другое повышает вовлеченность и мотивация ученика. Также учителя могут видеть данные по успеваемости каждого ученика, отслеживать их и изменять уровень сложности подачи материала в соответствии с индивидуальными потребностями. Некоторым ученикам дополнительная помощь в освоении материала может не понадобиться. Однако цифровой инструментарий позволит им решать более сложные задачи, например, ставить эксперименты, а также изучать дополнительные темы, такие как парниковый эффект. Цифровые технологии потенциально способны значительно изменить классную комнату. Тем не менее их использование приводит к рискам, о которых нельзя забывать. Например, встает очень серьезный и неоднозначный вопрос конфиденциальности использования и доступности данных об учениках. Доступ к цифровым технологиям особенно важен в условиях закрытия школ во время пандемии COVID-19. Неравный доступ к ним не только не уменьшит, но и увеличит разрыв успеваемости в пределах класса. Аналогично раздаче учебников проблему поможет решить обеспечение учеников базовыми планшетами и доступом в интернет. Но это возможно далеко не во всех странах. Образовательно-интерактивные платформы, как, например, открытая школа, стараются предоставить необходимые технологии всем желающим. Могут ли когда-нибудь цифровые инструменты полностью заменить учителя? Ответ – нет. Цифровой инструментарий – это лишь один из способов персонализировать подход к обучению. Исследования показывают, что эффективнее всего он работает в связке с традиционными методами и совместной работой в классе. Цифровые инструменты помогают учителю подкорректировать образовательный процесс в соответствии с нуждами каждого отдельного ученика. Мы надеемся, что когда-нибудь ответственное их использование позволит усилить социальную интеграцию и улучшить процесс обучения, создав таким образом справедливые и равные условия для всех в цветущем саду образования.